Что бы вы ни делали своих родственников, вы не измените, их мнение, скорее всего, останется таким же, их мнение, скорее всего, не поменяется. Если даже они и истинят свое мнение, если даже они начнут по-другому думать о вашей девушке, то только постепенно, только со временем, когда увидят, что, например, прошлая девушка не влияет на ее жизнь. Отношение с вами и никак не вредит вам, никак не вредит вам и, собственно, причиняет вам только лишь радость, счастье, ну и так далее. Так давайте мы с вами сразу скажем, что вот, судя по вашему имени, я полагаю, что речь идет о такой мусульманской семье, да, Которая, ну, определенные требования девушки выдвигает. И, соответственно, ваша девушка, которую вы выбрали, она этим требованиям не соответствует. И вот на самом деле, вам нужно опталкиваться в решении этого, безусловно, непростого вопроса. Вам нужно опталкиваться от того, чего хотят, собственно говоря, ваши родственники для вас. Вот чего они хотят для вас. Хотят ли они, например, чтобы вы были счастливым? Хотят ли они, например, того, чтобы у вас была обязательная семья? Хотят ли они чего-то еще для вас? Ну, вот вы постарайтесь в этот момент в первую очередь продумать, ибо он важен. Чего хотят ваши родственники именно для вас, и как эта девушка сможет дать вам то, чего они хотят для вас. Вот это на самом деле очень важный момент, понимаете? Потому что, если вы не убедите своих родственников, извините, даже не так, не не убедите, а если вы не покажите своим родственникам, что вот эта девушка, она вам действительно нравится, и вы действительно хотите быть с ней, и что она для вас ценна, и так далее. И вот если вы сможете хотя бы только это своим родственникам показать, один раз правда, только один раз, здесь на самом деле не нужно, чтобы это было много, не нужно чтобы это было постоянно. Так вот, если вы один раз можете это девушке показать, то я полагаю, что у вас совершенно спокойно могут появиться шансы на то, что вот как раз, чтобы нормально и беспрепятственно с ней находиться в отношениях. Это помимо всего прочего, помимо того прочего, что вам сказали уже мои коллеги. То есть это и по поводу того, что вам нужно страдать ответственность, и по поводу того, что вам нужно самостоятельно отвечать за себя и за свою девушку, и по поводу того, что вам нужно понимать, да, что ваш выбор всегда будет нести определенный негатив для других людей, и что ваш выбор совершенно не обязан соответствовать аналогическому выбору вашей семье, и что если вы, например, считаете, что семья все же права, и что вам эта девушка не подходит, то в этом случае, безусловно, вам не стоит ее мучить, а стоит просто напросто расстаться и, в общем-то, следовать дальше только тому, что говорит семья. То есть прежде чем решать вопрос, что вам делать, да, вам нужно сперва подумать, а что вообще для вас важно, вот что для меня важно, чего я хочу, что я уважаю, что я ценю больше всего. Например, в тех же отношениях, например, в тех же ценностях, например, в тех же взаимодействиях по гендерному признаку и так далее. То есть вот это нужно вам определить. И тогда очень быстро вы увидите возможные варианты того, что вам нужно делать. Да, это будут варианты, может быть, для вас не совсем подходящие. То есть вам вполне вероятно будет тяжело этим вариантам следовать, потому что они будут идти в некотором разрезе с тем, например, что вам говорят, говорят ваши родные люди, да, вот, но, тем не менее, значит, это опять же ваши приоритеты. Вы понимаете, что ваши приоритеты, они здесь непонятны, вот. Вы разрешите для себя внутреннее противоречие, которое связано как раз таки с тем, вот, как вы коррелируете, то есть соединяете, как вы соединяете причинно-следственной связью свое мнение и свои желания тем, чего хотят ваши родные, дабы определить ваш приоритет желаемый, определить приоритет реальный и подумать, как сделать так, чтобы реальный приоритет стал желаемым. Вот на этом пути будут некоторые препятствия. Вот эти препятствия вы сможете преодолеть. Либо с психологом, либо сами, но преодолеть вы это сможете. Главное, чтобы данные аспекты были выяснены. Чтобы вы их выяснили для себя хотя бы. И тогда у вас, в принципе, появится четкое понимание, что стоит на пути, например, к моим безоблачным отношениям с моей девушкой. Или что стоит на пути к тому, чтобы я был с ней. И когда вы увидите, что стоит на пути непосредственно, вы сможете уже не задаваться вопросом, что делать, а иметь более конкретные проблемы и, соответственно, более конкретно их решать. Но пока ваш вопрос довольно общий, понимаете? Вы спрашиваете, что делать? Что делать, чтобы что? Чтобы быть с девушкой, например, это одно. Чтобы родственники были довольны, это другое. Чтобы вы были довольны, это третье. То есть здесь не бывает и не бывает и не будет так, чтобы все были довольны. Все довольны здесь не будут, к сожалению. И вам просто-напросто предстоит выбрать. Вот совершите этот выбор. Либо это будет выбор консормиста. Если вы выберете свою семью, и это ваш выбор. Он имеет право на существование, но тогда вы не будете сейчас и вы сами. Вы просто пожертвуете свою свободу и свою ценность ради общества, ради вашей семьи, ради целей семьи и так далее. Либо это будет выбор личностный, и тогда вы будете идти своим путем, вы будете идти своим шагом, вы будете идти своими идеалами. Но при этом вы будете вынуждены отстаивать свою точку зрения от нападок других людей, в частности вашей семьи. У которой, по ее мнению, будет основание для того, чтобы оспаривать ваше решение. И вот нужно сказать, что оспаривание решения, вообще любое оспаривание решения поведения, решение поведенческого, является проверкой вас. Проверкой вас на крепость, на устойчивость, на целеустремленность, на упрямство и так далее. Об этом нужно подумать вам, в первую очередь. В первую очередь вам об этом нужно подумать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Лучшим желаю вам всего самого доброго и удачи!